всем доброе утро добрый день добрый вечер голову помыла не уложена ничего страшного я думаю у меня простите сейчас буду у меня и вообще уже неделю до не выхожу никуда не записываю никаких видео девчонки я даже не думал что у меня такая популярная девчонки мне пишут лен чо где твои ролики ну где мои ролики ну там ничего особенного пока не происходит тимон приболел а я с ним дома и а сейчас готовлю кушать варю борщ жарю котлетки ну и пока я тут все это дело делаю буду с вами немножечко разговаривать пока тут на кухне прибираюсь пока какие-то дела до ночи до 4 до 3 вчера до 3 опять слышала холоденко это психолог классная тетка и вижу ее слушаю и думаю о том что все вот эти вот ну да там новая жизнь все остальное все вот эти вот распорядки это конечно вещь хорошие привычки это конечно вещь хорошие неплохие это привычки но вот этот режим дня ей я уже две недели я просто очень день по времени я ничего не делаю я делаю все дела на их делают совершенно в разное время я поняла что мне неудобно жить по этому режиму поняла что неудобно и слушая наташу поняла еще такую вещь важно не то что ты делаешь важно не то для чего вернее важно для чего ты это делаешь ты делаешь через телу тебе это не приносит удовольствие то не чё твоей жизни не изменится в конце концов ты перестанешь это делать ты это бросишь делать нужно делать то что приносит тебе удовольствие то что тебе нравится в принципе я написала эти вещи потому что понимаю что они мне нужны но не все они мне нравятся но и некоторые вещи делать нужно есть и какие-то обязанности и лежала рассуждала и думала о том что вообще надо жить знаете так чтобы тебе все приносило радость чтобы тебе нравилось вообще то как вы живёшь а если тебе нравится то как ты живешь ли ты сам себе нравишься то и в принципе никакого тебя кризиса не будет и все будет хорошо тебя будет все устраивать это конечно громкие фразы полюбить себя да полюбить себя и полюбить свою жизнь главное чтоб ты сам себе нравится это очень громкий 0 3 дётон так это вы действительно так если ты себя ощущаешься тебя хорошая самооценка не завышена не завышена не занижена адекватная к примеру если ты сам себе нравишься тебе нравится в принципе то что ты делаешь то по сути счастливый человек а главное же в нашей жизни что быть счастливым заработать кучу денег можно конечно и это очень хорошо и деньги нужны я их очень люблю кстати насчет денег кому-то мне нравилась моя очаровательная улыбка внизу под видео есть донат то есть все в ваших руках товарищи я преображу свою замечательную улыбку я буду сверкать красивыми голливудской улыбкой донат внесу денежки скидывать я конечно победила себе зубки отступление от темы так вот если ты чувствуешь себя счастливым если ты чувствуешь что тебя в принципе устраивает то что тебя окружает то это и сейчас любите и не чувствуешь что никакого кризиса если тебе с детства внушали что ты делал что-то не так чтобы 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 тебя полюбили чтобы ты был хорошим нужно что-то сделал ты например закончишь четверть на пятерке я я тебе там не знаю там что у меня не было такого мне мне за четверть на пятерке не у меня просто говорили что я молодец не было таких вещей чтобы меня покупали до чем-то но не просто меня например родители всегда а вот этот вот а вот твой бы старший брат дима он круглый отличник и он еще в шахматном кружке он еще в шахмат играть цены какой молодец его бабушка любит и дедушка любит и все его любят потому что он отличник а ты с четверкой по русскому ты не такая хорошая как дима и понимаете все время чувствуешь свою вот это вот ущербность какой-то что ли дима хорошая ты не очень только из какой то вот это из основной четверки по русскому языку а у меня всегда была четверка по русскому языку я никогда у меня по всем остальным предметам были пятерки четверка по русскому было сми куда не было пятерки по русскому языку и вот сижу и думаю да это с детства но у нас так у нас всех так воспитывали и это не вина там чьих-то ради я как они по-другому не И воспитывать не умели родители, и не знали, как это делать. Так воспитывали всех, воспитывали так все, в принципе. Они же не профессора психологии, да, не увлекаются там какими-то научно-психологическими методами, или не изучают там психологию. Как умели, так воспитывали, как считали правильным, так же, как воспитывали их, скажем так, да. Вот. К чему я это начала-то все? Я поняла. Надо понять, что ты хочешь, короче. Нужно сначала понять, что ты хочешь, что тебе приносит удовольствие, а потом делать то, что тебе приносит удовольствие, что ты хочешь, и желательно еще, чтобы то, что тебе приносит удовольствие, приносило тебе еще и деньги. Вот. И я в прошлом видео говорила вам там о том, что человеку нужна какая-то цель к чему-то идти. С режимом дня, без режима дня Ну, нужно идти куда-то, к чему-то, понимаете Цель какая-то у человека должна быть Я сидела-сидела, думаю, я понимаю, что я хочу дом Я хочу дом, свой дом Я знаю, где я его хочу Я знаю, какой я хочу дом Я знаю, кто мне его будет строить Это обязательно должен быть новый дом Не такой дом, в котором умерло там, знаете, 33 бабушки Нет, я хочу свой новый дом Чтобы там аура была моя, энергетика была моя Я знаю, где этот дом должен быть Я знаю, кто будут мои соседи Я знаю, как я там буду жить Я знаю, что у меня даже есть У меня вообще лет 10 уже есть проект своего дома на самом деле Готовый Я уже очень давно хочу дом Но я почему-то думала, что у меня будет дом где-то здесь в Перми А теперь я понимаю, что я не хочу жить в Перми Я хочу жить в Краснодарском крае И там тепло И мне здесь вообще не климат Не мне, не моему ребенку Ребенок, видите, он подзаболел опять Иммунитет у ребеночка у моего Низкий Там, где тепло, там нам хорошо И ему, и мне, и Анютке Ну здесь как-то, вы знаете, ну не климат людям Так вот А всего-навсего не хватает 2 миллиона Понимаете, всего-навсего мелочь какая-то Ну вот такая есть теперь у меня мечта Надо мне срочно где-то взять 2 миллиона, чтобы купить себе офигительно Потому что построить такой дом, какой хочу Дом моей мечты Вот такая у меня оказалась цель Я все думала Ну так какая-то такая цель Другая цель Вот мне нужно ипотеку Нафига мне эта ипотека Мне квартира уже эта не нужна Если я хочу дома Правильно? Вот, девочки, мальчики Что-то я заболталась, ничего не делаю Вообще-то я собиралась борщ варить Ну что еще вот вам рассказать Кто-то у меня там спрашивал Расскажи Лену о своей личной жизни Я на самом деле не готова пока о своей личной жизни рассказывать Потому что у меня очень насыщенная горная Была какое-то время личная жизнь И последние лет несколько Все стало тихо и спокойно И я этому безумно рада Знаете, я в молодости говорила своим друзьям Зато будет что старости вспомнить И сейчас я думаю, господи, боже мой Только начнешь старости вспоминать Что у тебя там было в молодости Да нафиг, да лучше бы этого вообще не было Никогда в жизни Но иногда события же происходили независимо от того Это было или нет Те, кто меня давно знает, мои подруги Они мне всегда говорят Лена, тебе надо начать писать мемуары Вообще, по твоей линии Как у тебя складывается личная жизнь Можно целый сериал снять И это будет прям вот не хуже, чем Санта-Барбара На тысячу там двести серий Точно Ну да, может быть так и есть Может быть Так много было событий в моей жизни личной И все такие очень разноплановые Мне очень бывали такие Экстремальные даже Я, например, в пятнадцать лет Когда мне было Тайком от родителей села на самолет И улетела к любимому Было такое дело На, шестнадцать мне уже было В общем, у меня был паспорт Во сколько раньше паспорт В шестнадцать же получали Я получила паспорт И я рванула В шестнадцать И, в общем, короче Моя вот эта вот история Моей жизни Начинается лет с четырнадцати Когда я встречалась с мальчиком Который учился Ну, был старше меня И этот мальчик потом стал отцом моих детей Рассказывать Ну, это может быть даже не всегда Не всегда Правильно рассказывать все о своей личной жизни Может быть, и не нужно об этом всем знать Вот так вот я скажу Много было очень хорошего Много было Разного всякого было Поэтому я плохое я говорить не хочу Ни о ком А хорошее говорить Это, наверное, будет немножко лицемерно Потому что было, конечно, хорошее Но на фоне тех событий Которые произошли потом Это хорошее померкло И говорить сейчас Ну, может быть, я когда-нибудь созрею И скажу что-нибудь Хороший единственный человек Которому я могу сказать Только хорошие слова Это мой первый муж Саша Он никогда Никогда в жизни не сделал мне ничего плохого Он не сделал мне никогда больно Он меня никогда не обидел И никогда меня Ну, скажем так Не то, что не предавал Ну, я не могу об этом человеке сказать Ничего плохого Понимаете? Ничего Очень честный, порядочный человек Мне было 17 лет Что я там, Господи, понимала Пришла, ушла Да Глупость И мне сейчас Я не скажу, что мне плохо От того, что я сейчас не замужем И живу одна Я даже, знаете, в какой-то мере В какой-то мере Наслаждаюсь тем, что Сейчас в моей жизни никого нету Мне Вот комфортно, правда Я даже Думаю, что Дальнейшие мои отношения Понимаете Меня очень устраивает Встречаться с кем-то, например И не на моей главной территории Встречаются куда-то Ходить В кафе Там Еще куда-то Ну Но Не жить вместе Я вот уже Не хочу ни с кем вместе жить Понимаете? Не хочу Я Привыкла жить Так, как я привыкла Мне нравится Так, как У меня Мне нравится мой дом И так, как мы в этом доме живем Так Девчульчики Ну что Что еще Вчера я Вчера я, кстати Вчера тушила курочку И Тимош Попросил Оладушки Делаем Оладушки Потом осталось тесто Я еще наделала булок Девочки У меня домашний йогурт Я его вот в такую баночку делаю Пол литра наливаю Разливаю по кружкам У нас с Тимоши хватает Как раз две кружки Я оставляю две ложечки в банке Наливаю туда пол литра молока Он у меня сутки стоит Я купила когда-то Недели две, наверное, назад Или Дни десять Может назад Купила закваску Натуральный йогурт И вот мы уже Дни десять, наверное, пьем его Я знаете, почему купила Вспомнила историю Бабушка моя Всегда у нее стоял Мы покупали кефирчик Или еще какой-то Кисломолочный продукт Бабушка моя в ринге На ночь всегда нам говорила Пол стакана кефирчика Перед сном Пол стакана кефирчика Думала, в основном, пьем с утра У нас так получается Что еще? Тернее поставила тесто на оладушки Буду делать оладушки Тут у меня курочка тушится Поставила пока На маленьком огне Окорочок Тимохи Сейчас докидаю туда Всяких всяческих специй Вот И клай оладьев С вареньем Тут у нас чаек зеленый Сейчас Будем кушать Тимошка Тимончик у меня Немножко приболел Опять И просила оладушки Я ему сделала оладушек Наделала булок Часть теста заморозила Сейчас я буду делать борщ Буду делать пюрешечку Моему мальчику Как у вас дела Девочки, мальчики Это знаете Мне кто-то сказал Че это ты Девочки, мальчики Как это Блогерша, мама Отличник Ну а как Как сказать Здравствуйте Дорогие товарищи Здравствуйте Мои телезрители Так что ли Нет Ну а как Ну девочки Вообще Меня смотрят В основном Есть конечно мальчики Есть мальчики Да Мои постоянные зрители Мальчики с которыми Которых я знаю Больше 20 лет Слушайте Такое время было классное 20 лет назад Прямо вот сейчас Вернуть бы все обратно Конечно Всю бы жизнь Вообще по-другому Я бы построила Ну Как построила Так построила Зато у меня Офигительный сын Офигительная дочь Это самое главное В жизни Вы знаете Как это важно Как я переживала Я не могла забеременеть Два года Я переживала То есть Я вот вышла Первый раз замуж С мужем Развелась первым И жила потом С отцом своих детей И я не могла Забеременеть Понимаете У меня не было Там ни абортов Ничего не было Я просто не могла Вот даже первая беременность Я не могла забеременеть Я уже Всякие мысли В голову лезут И почти три года Два года И восемь Или девять И месяцев Было Да Мне так и есть Три года прошло Да Она работала В девятой медицинной части Хирургом Кинекологии И мы пришли Проверили Что же со мной Неладное А она мне говорит Мил моя Так у тебя Восемь недель Переменности уже Девочки И мы шли С мамой домой И я первый раз Видела Как моя мама Знаете Вообще моя Анютка Мне снилась До того Как родиться Мне даже снился Образ Бога И мы все хотели Ее назвать Катей Все уверены были Что это будет Катя Но когда мне Вот приснился Образ Бога Я у него спросила Как ребенка-то зовут И он мне говорит Анна И пропал И после этого Когда уже Я родилась девочка И я сказала Она будет только Аней И другого имени У нее не будет Все были против Все говорят Ты что с ума сошла А у нас знаете В семье была баба Нюра Такая бабушка Полненькая Очень-очень добрая Ее все любили Но она была баба Нюра Понимаете И у всех ассоциации Такая была баба Нюра Что? Что ты ее будешь Нюрой называть? И все равно Я сказала Нет Она будет Аней И все Мой дедушка Называл ее Очень ласково Аннушка Папа мой Называл ее Нюрочка Он ей всегда говорил Нюра Картина Это моя Вот И когда Папа ее назвал Нюрой Ее отец Анин отец Еще раз назовете ее Нюрой Пойду ее Катей Запишу Злился очень Вот А потом У меня родился Тимошка И вообще Дети Это счастье Девочки Огромное Я ушла Конечно Далеко от темы Ну и не буду Уже возвращаться То, что Хотя Сказали Мои мысли Мои скакуны Что вижу Дупою Девочки Вот такой Сегодня Влог Спрашивайте Я вам расскажу Что вам интересно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok